А вы как будто поволосили. Да. Не только молодцы, а даже какой-то еще больше. Ну, мало. Бывает молодцы. Мы старались матом. Давайте. Давайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вес много, слабо будет. Заходим активно. Заходим. Заходим. Детский танцовщий. За спинами детей. Заходим. Заходи. Царю небесный, утешителю души, сыны. И жили здесь. И жили здесь, сын, и вся исполняй, сокровища благих. И жизни подателю. И жизни подателю. И жизни подателю приди, селися вны. И очистены от всяких скверных. И спаси. И спаси, благослови. И спаси, благослови души наши. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами. Благослови наше собрание и направь мысли нашей горнему. Господи, Тебе за все хвала, Отец иный Дух Святой, аминь, 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 аминь. Как я сейчас, Боб, Супровна, Диспоед причащать. Всех вас я прошу, когда нужно что-то сделать, в другой день батюшу что-то, Диспоед причащать, заранее делать. Нужно на неделю позвонить, за день хотя бы раньше. Это не смертельный случай, понимаете? Я рассчитываю время. Если будет много, то я тогда до ветера буду здесь, на поезде. Я говорю, я взял на автобус, 11-13. Вечер сейчас водят, надо, надо. Отказать я не могу. Надо. Кто больные, говорит, вечером не можем, утром придет, тоже накануне позвонить. Батюшка, я утром приду, можно? Можно, приходи к полвосьмому, не позднее полвосьмого. Я поисповедую. Там бывает один-два человека, не больше у нас. Понимаете? Ну, не так, как в других. Я вчера утром был, в фрам ходил Дмитрий Ростовский. Служит один батюшка. Ну, у нас в службе было, мой человек, 15. Постоянно. Которые приходили, уходили, да, 15. Он один. После отча наш, он вышел исповедовать. Теперь все люди. Ну, я уже ушел. Я не сразу, пока он будет там исповедовать. Там человек 10, может, исповедников было. А, ну, здесь у нас общее. То есть вечером исповедует. Нет, но кто-то утром бывает один-два человека, не больше. Поэтому заранее предупредайте. Чтобы я время уже рассчитывал, как мне и что делать. Вот так. Ко мне какие вопросы? Когда приедете? Когда приедут, значит так. У нас будет 15-го крещения, 16-го день деревьев. Мы праздновали. Пригласили мы, митрополита пригласила. Вот, пообещала. Но так, если что-нибудь изменится, то может и не быть. Мало чего. Кто-то вызовут его. Вот. Вот. 15-го воскресенья. Ну, а следующее воскресенье будет 23-го. 22-го. Значит, на 22-ю субботу и воскресенье уже будущее. До этого уже не буду. Вот. Уже к нам во вторник утром приезжают вот эти оглашенные. Ну, вот так вот. Так, вы ко мне никаких вопросов нет? Ничего? Можно я скажу? Давай. Иуда, брак Господень по плоти. Это же условно? Ну, конечно. Условно. По плоти. Что Христос-то был, ну, по Иосифу. Он сын Иосифа был. Иосиф был, видать, вперед был брак, потому что его братья были, говорит его. Братья и сестры. Дети были как это. Условно. По человечеству. Как? По человечеству. Так его считают братья Господня. Амиаков был у него еще братья, который будет его братья. Просто мы его не знаем. Братья Господень по плоти. Да. Так это так, конечно. Не надо что-то говорить. Да-да-да, там было все, еще у него были там адреси. Нет. Да. Даже у сектантов, я знаю, что у них нет определенного такого догматического суждения о Пресвятой Богородице. Как-то раз мы были в Латвии с братом, и там собрали беседы. Один подняли этот вопрос. Ну и вот, в начале это многие говорили. Брат сказал немного, а потом один скажет, да я знаю, Богородица это моя жена так же, как и Богородица такая. На его, как свои братья, ополчилище. Чего-то был там это, мелища-то. То есть, кто-то имеет все-таки какое-то, сказать, такое благороденное отношение к этому, что это непростая женщина. Вот. А другие, да нет, да какая разница, что там это, вот это, ничего. Другие даже сказал, после их Христа вроде у них еще были дети, там начинают вместе с историей этой стерии. Понимаете? Ну вот так вот. Так все, Богословляйте. Бог Богословите, начало. У меня три или четыре передали. У меня что могу сказать? Дорогая что-то. У меня даже положить сейчас некуда. Я даже не знаю куда положить. У меня полная сумка забил уже всем. Все. Передаю, все передаю. Ну прямо. Ну в другой раз, а что, срочно дать? Вот чей. Так держать вот. Ну так не надо. Ну так не надо. Ну так не надо. Ну так не надо. Там наказывайте. Смотри, смотри, чтобы, спрячь, чтобы где-нибудь украли у тебя, чтобы нет, это просто не смогли. У меня переписано уже все. То есть это теперь чисто. Ну они присажали три штуки, наверное. Ты мне уже такие дали, что я присажал. Еще столько много. Присаживайтесь. Я не знал, батюшка. Простите. Передал. Толкование на сегодняшнее чтение. Послание апостола Иуды. Брата Господни. Брата Господни. Стихи из первого по одиннадцатый. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Стих первый. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. По моему мнению, для этого апостола достаточно было в доказательство своего достоинства, после того, как назвал себя рабом Христовым, указать еще на родство слоев с Иаковом, ибо Иакова все восхваляли за его добродетель. Это обстоятельство должно было и этому апостолу доставить большее доверие от слушателей к учению слова, так как сомнительно, чтобы общник в рождении и крови оказался им и в нравах весьма далеким от того, с которым имел общение в родстве, особенно тот, кто служит одному владыке Христу и равномерно с единокровным внесет бремя рабства. Второй стих. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Толкование. Господь сказал, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. Иоанна 6, 44. Этот блаженный муж показывает, что ныне оправдалось это слово. Ибо говорит, что любимые Отцом сохранены Иисусом Христом, почему и называет их призванными, так как они не сами собой пришли, но привлечены и призваны Отцом. Он желает, чтобы им умножились милость, мир и любовь. Милость, потому что мы призваны Богом и восприняты в рабы Его по благоутробию милости. Мир, потому что и Его даровал нам Сам Бог и Отец, примирив с собой нас, оскорбивших Его через Сына Своего Иисуса Христа. Любовь, потому что Единородный Сын Божий предал Себя на смерть, на смерть за нас по любви к нам. Итак, апостол молит, чтобы дары эти были у верующих в избытке. Подобно как и Давид взывает ко Господу, продли милость свою к знающим Тебя. Псалом 35, 11. Побуждаемые этими спасительными примерами, и мы, при нелицеприятном расположении к ближнему своему, должны жить достойно призвавшего нас. Третий стих. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за веру, однажды преданную святым. Толкование. Он пишет настоящее послание, заботясь о спасении верующих, чтобы они по простоте не увлеклись гнуснейшими еретиками. Пишет с тем, чтобы через описание развратной жизни еретиков обнаружить их и сделать явными для незнающих. О них говорил уже и апостол Петр. Но апостол Иуда пишет про странние. Говорит, что они предназначены, потому что апостолы Петр и Павел писали уже, что в последнее время придут обольстители такого рода. 2 Петра 1, 1, 2, 3, 3. 2 Тимофею 3, 1, 8. Еще прежде них сам Христос говорил, многие придут под именем Моим и многих прельстят. Не ходите вслед их. От Луки 21, 8. Потому что называя себя христианами, они этим именем обманут многих. Апостол говорит о последователях гнуснейших Николая, Валентина и Симона. Ибо они, будучи чревоугодниками и невоздержанными, придавали своему учению благовидный покров, чтобы найти доступ в дома и пленить женщин, погрязших в грехах. Выдумав некоторые ночные обряды, они предались разврату. От этого происходит и то, что они отвергают Господа нашего Иисуса Христа. Ибо как не отвергнутся его тем, коей нечистой жизнью отгоняют от себя Учителя всякого целомудрия? Ибо что общего у света с тьмой? 2 Коринфянам 6, 4. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Повещевает тех, которые однажды признали Господа нашего Иисуса Христа Спасителем и уверовали в Него, чтобы подвязались за веру. Ибо если мы приняли в очеловечившегося Слово, и однако говорит, что иной тот, который прежде веков от Отца, и иной тот, который от Матери, и что сей особое лицо, то как не отвергаемся единого Господа и Владыки? Ибо Господь Иисус един по единению и домостроительства, потому что предвечное Слово Божие и Бог, имея насажденную в славу Божества плоть, воспринятую им от Святой Девы, с самого начатия есть один и тот же Владыка всех. Стихи из 5 по 7. Стихи из 6. 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 Стихи из 7. Стихи из 6. Стихи из 7. 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 Стихи из 6. Стихи из 8. Стихи из 7. Стихи из 8. Соотношение 6. Стихи из 8. Стихи 10 и 11 Осии злословят то, чего не знают Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расливают себя Горе им, потому что идут путем каиновым Предаются обольщению мзды, как валаам И в упорстве погибают, как корень Толкование Михаил говорит, не потерпел хуление дьявола против человека, то есть Моисея А эти слагают хульные речи против учений, которых не знают А что по естественному стремлению, знают смешанно, как бессловесные животные То преследуют, как кони Горе им, потому что они пошли путем каина, через братоубийство Ибо преподавая нечестивое учение братьям, то есть единородным человекам Убивают их злыми своими учениями Или пожирая семя, убивают братьев своих возможностей То есть тех, которых семя, доведенное до зрелости, привело бы в жизнь Они пошли путем валаама, потому что и свое делают для корысти, как валаам Пошли путем корея, потому что ему, будучи недостойным, похитили себе учительское достоинство Богу нашему, слава На веки аминь Спасибо, Господи Вот такое послание Иуды Оно содержит всего одну главу Но насколько важные вопросы подняты для домостроительства Божия И не случайно такое обширное бракование для филакто-болгарского О болящих, среди которых перечисляли сегодня батюшка Назаварыча Можно сказать, что вчера звонила Лена Барабаш Терентий захворал, укусил его, клещ его И там, видимо, где-то не энцефалитный клещ, но барабиоз, тоже периодственное заболевание, передаваемое клещами И это нередкое удивление для потерялки Хотя, некто у нас говорит, что нету там никаких клещей заразных Ну, он госпитализирован в инфекционном отделении Так что молитесь, она Еще Надежда Ивановна Пальгуева, она еще в стационаре Динамика такая, сомнительная Шаг вперед, шаг назад Но, вроде как, все-таки Подвижки есть Молитесь крепко, молитесь Господь развил ее от адраболизм Пятого числа ей переводят в другое отделение В отделение Греабилитации после таких операций Так что, такая ситуация Ну, у сестры Неонилы, вроде там ситуация неплохая Там она уже без обезболивающих Движения расширяют Ну, там похоже на... В квартире приближается Соответственно Да, Людмила Степана Людмила Степана госпитализировала внезапно Не знаю, что вот под Валентина Павловна может произойти Я знаю, в курсе Но она вот по своей болезни, как хроник Вот там Геронка, как это называется Для жилых в Латнице Геронтороги Ну, вот То есть, у нее плана госпитализация План конъекционный, да? Можно звонить по телефону Она может говорить Позавчера я была Ну, в общем Заходить нельзя Просто передавать можно То есть, там не острая ситуация Если есть, нет, надо забрать Так, ну, Любовь Петровна Вот сегодня батюшка поехал исповедовать Теперь сейчас, значит, она весь способна Антонина, как у нас? Антонина Севастьяновна Ну, она ходит по комнате Тоже, да? С ходунками или... С ходунками Кто у нас еще? Надежда Надежда поправилась? Ну, у меня так Не до конца, но слава Богу Легче, со среду, было самое письмо Ну, выздоровлю до конца Помоги, Господи Что Известно о брате Константине Летит Ну, вот так Помоги, Господи Ангела Калинтина Молим А на сколько летит-то? Крылышки распалю До ноября Вот так На исправление Сейчас полет Для побывку Понятно Понятно Так, еще Какие у нас? Расскажите нам, как у вас дела? Михаил Мила, Михаил Да Господь сегодня нас так благословил Этой позиткой Выбрались мы к вам Очень соскучились по вас Мы тоже Да И хочу вас поблагодарить всех За ваше участие в нашей жизни За помощь вашу Мы тоже молимся о вас О всех И о каждом Вот На деле вашем Расскажите О деле нашем Суд у меня Второй Будет 12 июля Я надеюсь Что это будет Окончательное решение Принято Потому что Они, видимо Подали запрос В пенсионный фонд Им должны ответить Не знаю Там основания Почему они Меня отказали Или как Но у меня Все документы Есть Выписки Из приказов И так далее Вот Это у меня Два года Мне нужно подтвердить Вот этот стаж И еще меня Семь месяцев Мне нужно было Доработать До окончательного стажа И я С божьей помощью Нашла бабушку За которой ухаживала И бабушка умерла 21 числа И у меня осталось Дри месяца В общем ищем бабушку Бабушку ищем Так что Или дедушку Смолимся Чтобы дедушку Или бабушку найти Чтобы Долаботать Три месяца Дни осталось Ну вы стаж Наработает Да Вот Что касается Михаила С марта месяца Он занимается И готовится К аккредитации Как называется Там защита диплома Или как Вот И потом Если он сдаст экзамены Завтра мы идем В колледж Завтра мы идем В колледж Там он его зарегистрирует И назначат Время экзамена Ну видимо Бабуш на этой неделе Даже Три экзамена Ее предстоит Тестирование Три этапа Если он сдает То его сразу Устраивают В больницу В местную Прямо Устраивают Его В больницу Но он будет Работать В папе Фельдшер Потому что Он фельдшер Акушер И Уже В местной Газете Прописали Сказали Что Мужчина Один Приехал Из Ливии Из далекой Африки То есть Ливия Одинаково А Ротсиница Говорит А какая разница Между Ираком И Ираном Уже Не знаю Ирак Уже Написали В газете Что Он уже Будет Работать То есть Он еще За экзамены Не сдал Значит Главврач Решил Так Значит Будет Вот Вот Такие У нас Продвижения Время Вот Это Пролетело Очень Быстро Для нас Потому Что Господь Нам Столько Испытаний Посылал Ну И Потом Конечно Всех Делах Да И Радость Когда Мы Исполняли То Что Стоят Перед Нами Какие-то Задачи В общем Вот так Конечно Ну А что Там Вашей Родине Война Идет Ну Там Войны Нету Но Положение Война Там же И Взраильтяне Стреляют Да Было Дело Что Перестрелка Была Ну Там Очень Напряженная Там Такая Точка Там Напряжение Всегда И Оно Видимо Когда Закончится Сказалось Да Получается Ну Как Что Мы Сидим На Берегу Реки У У Нас Очень Красивое Несто Там Очень Тяжело Там Очень Тяжело Новость Там Родных Никого Не Осталось У Нас Дочка Там Дочка Там С Внучкой Пробегаться Должаем Моляться За Эти Места Она Пока Не Хочет Дети В школе Пока Не Хочет Ну Такая Обстановка Уже Там Люди Привыкли Ну И На Вулкане Живут Люди Донецки Тоже Привыкать И Не Ужать Постоян В общем Хочу Сказать Слова Благодарности Интернет Сообществу Нашему Они Очень Нам Тоже Помогли Помогают Всем Во Близкий Покон Слава Ну Это Интернет Сообщества Перешли Сюда Ближе К нам Да Да В Онлайн Вы Все Очень Близко Для нас Мы Ценим Ваше Участие Я хочу Сказать Что Ты Помогел Ты Была Такая Забоченная Все Вот Эти Испытания Значит Мне Пошли Нет Очень Несколько Педесяток Очень Тяжелов Да Ну Звучит Господом Всегда Легко И Когда Идет Молитва Пратская Ну Это Свидетели Аллилуйя Спасибо Христа Мы Видим Брата Леву Нашего Другого Слово Есть У Левы Расскажи Про себя Про свою Семью Как Там Другой Здорово Все Все Как У Всех Чего Ну Я Всех Помню Конечно Спаси Христос Основное Как бы Основной Мой Визит Был Связан С Мамой Вот Что И Отца Подержать И Маму И Маму Навестить Конечно Был Шок И Увидеть В таком Состоянии Я Был Ну Когда Не то Чтобы Не готов Это Сказать Ничего Не Сказать Вот Но Есть Но Есть Есть Динамика Она Как Сказать Положительные Моменты Вот Радует Что Папа Говорил Описывал Ее Состояние Там Какое То Сейчас Ну Я вижу Что Гораздо Лучше Слава Богу Слава Богу Да А Там Там Че Пустил Корни Вовсю В этой Костроме Ну Как то Надо Все таки Жить Развиваться У тебя Частная Лавочка Или Ты В официальной Конторе Нет Я работаю На себя Я Как ушел Как Коронавирус Начался Я ушел У меня Свои гаражи У меня Своя Автомастерская Я работаю Мне На жизнь Хватает Работы Половно Ну В общем Ну Ты Это С налогами У тебя Пенсия Там Не Ну Это Естественно То есть Я Плачу Налоги Как Самозанятой Работаю Слава Слава Богу Здоровья Сил Хватает Пока Таня Работает Таня Работает Да Она Работает В Ипатерском Монастыре Ну Как Как Да Она На дому Работает И Собственно Хватает Нормально Все Слава Богу Вот Так Недавно Землю купил В деревне То есть Там Домик Хозяйства Какое-то Ну В общем Дача Ну Это Дача Это Такое Абстрактное Понятие Здесь Дом Настоящий Переезжает Под свое Хозяйство В смысле Куда Переезжает Туда Нет Туда Нет Это Чисто От Костромы Далеко Фазанда 12 километров От Костромы Там Там Названия Такие Как бы Не алтайские Допустим Куда мы в храм Ездим Деревня Любовникова А где Купил Землю Деревня Скородумки То есть Там Такие Старинные Названия Такие Красивые Ну Красивые Там Очень Красивые Чисто Российские Такие Ну Слава Богу За Все Как Как Живем Работаем Проблем Как У всех Хватает Естественно Вот Сын Растет Восемь Лет Во второй Класс Пойдет Лучше Стало Или Так же Ну Так У него Чего На Сладкое Как Как Собственно У Бати У меня То есть Исключили Сладкое Нет Аллергии Ну Как Бо Он Нахватается Везде Ему Ему Как Бо То В Храме Батюшка Постоянно Это Тебе За За Старание Он В Алтаре Прислуживает Он Помогает Маленький Батюшка Постоянно Спрашивает Где Мой Подсвечник Приболел Подсвечник Аллергии На Сладкое Ну В общем Так Спаси Христос Что Вы Помните И Я Всех Помню Ты Один Приехал Да Нынче Я Один Приехал У меня Слава Богу У нас Все Хорошо Хорошо Собачи Благодарю Когда Поедешь У нас Ириски У меня Обратный Рейс 14 14 Утром У меня Самолет До Москвы И Там Электрички Чего Придешь Да Если Пустите Ради Теря Я Притачусь Такой Аккорд Сложился На хоре Сегодня Да Причем По Храмам Мужских Голосов Вообще Не хватает Катастрофически Да Даже Нанимают За деньги Поешь Да Мы Вот В Этой Храме Деревня Любовникова Ну А там Деревня То Так Обозначить Ее Как Садовое Товарищество Что ли Была Когда Огромная Деревня А сейчас Остался От нее Один Храм Который Батюшка Ходит И лелеет Со всех сторон И вот Мы туда ездим Тихо Спокойно Бывает Бывает Приедем А народу Там Две Три Бабушки Но Мы Все Свои Мы Все Друг Друга Знаем Вот И Как-то Тихо Спокойно Без Суеты Без Какой-то Очень Нравится Очень Ребен Туда Я Не В Костроме Не Ну Мы В Костроме Ходили А здесь Просто Как-то По знакомству Меня Пригласили В съезде Посмотри Там Вроде Люди Хорошие Батюшка Ну И Там Собственно И Остались Недалеко Да Да Там Совсем Недалеко И Да И Поют Там Поют Немножко По-другому Но Вот Этот Мой Опыт Который С 16 лет Я на клеросе Здесь Пел Он Там Сказался Конечно Капитально Там Очень Влился В коллектив Так Нам Не Хватает Поэтому Да Ищите Мужские Голоса Ладно Слава Богу Так Ну Сегодня Гроботы Все В комплекте Потому Что Станислав Юрьевич Приехал Еще Они Не Пришли Когда Он Приехал Да У 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 Хот У У я выхожу и буквально смог идет и со стороны завода где у нас холдинг построен там несколько предприятий я звоню в охрану говорит у нас город нет там за табулом дачи горят а там все выиграло за табулом леса все буквально у нас косули по городу бегали даже змеи заползали там в парк вот гадюки там все ну все потому что все горело так что до сих пор запрещено нельзя заходить в леса шашлыки все это прочее все запретили строго там эти эти как назвать виртулитики да маленькие летают вот они даже там запускают их да дрона эти они летают и прям фотографируют эти подачи по участкам кто нарушает там сразу выезжает группы соответственно наказывают очень ужасно все засуха была сильная но когда я уезжал там дожди пошли уже похолодание пошло но все выгорело все выгорело не знаю у меня как раз сестра и зятем на даче постоянно живут они говорю как у вас там могут мы сидим как боимся потому что ну не дошло там до лесников а так все погорело многие остались бежевые поездки вашей ревизия проверка нет не потеряевка это однозначно да да нет не поработать ягодится как вспоминайте слова как это хорошо потерять и никогда бы не уходил оттуда и на тетях иначе такой взгляд данилы когда вас был там нет поработать как-то их так нет не с это не готов вот значит цель проверки биться посмотреть ребят как они живут вот меня беспокоила иван как он будет там работать в этом учреждении где он сейчас проходит альтернативно гражданскую службу ну честно говоря нормально слава богу как он говорит а правда ему испытания выпадают его там провоцируют уже ходят как некоторые через них до попытки там слава же он такой его хитрый он же искуситель в лице чего ангел рядом с богом был когда-то в свое время но тем не менее вот они пытаются нам зачем тебе бог о чем тебе дает и все прочее я буду скачать библию все в телефон потому что можно 10 ты сможешь только тот носить с собой и вот он синодальный скачал но по крайней мере ответы дает хорошие они его наступают а он их должен просвещать то есть свет нести диму освещать она чтоб свой свет не угас вот это самое главное не старт он тоже подрабатывает там у них на поселке вот работает когда лица всегда найдешь и вот тоже он доволен по крайней мере мы когда стоим на вечернюю молитву меня чего удивило бритва словом я мы берем все по моим послану я как не знаю кто я привык к уставной мои послал а он что-то раз закрыл и стоит ему это очень было я дружу он наизусть получил весь вечер и все вечернем это и все с учебным службам твой иисус шпалит без одной ошибки я меня-то удивило честно говоря так как со по телефону когда мы общего дарится мы не туда делали я жду в городе все он наизусть запомнил то есть я говорю вот не пошел бы на автомика не пошел бы на батюшку было бы хорошо на семинаре да ему не поздно не поздно еще или хорошее быть отдали там отец агафонии но молодец молодец я его хвалю то есть и вырос и молодец все прося прося меня тоже радует я вообще удивился ее выдержки к она подготовилась резальну я начата ночью как имитизация значит ночью стою значит она готовится к экзаменах у тебя был там за фармакологии я вижу время час ночи свет горит она что-то сидит там делаю это плохо ночами нельзя учить я значит я давай там три часа ночи я стою свет свет горит она обучит она 4 не знаю легла ты не легла но я уже видел что она встала она всю ночь не спала готовила ушла сдала сдала на пятерку не фармакологию на четверку все ночью дело делал я не от него лекарства не запомнил не запомнил у меня вообще параллельгийный параллельтамон у меня вообще не надо спрашивать что остается на меня скобляет так как все пробовали останутся на гором будет и не будешь завершаем достойная стекова истину блажите тебя богородицу блаженную и пренепорочную и мать и бога наше дочь жизнейшую герогим и славнейшую без сравнения серафим без искрения бога слова родшую сущую богородицу тебя величаем господи защите родину нашу от нашествия на племенников от внутренних распорий от беззакония которое встань не останови делающих зло просвети правитель и страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защите людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь коснулась каждого сердца священники которые не служат тебя как должно пусть покажется в неближении своем и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе господи правит до суды твои над россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное в святой библии прости нас господи и владыка жизни что сокрыли имя твое бога иегова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воочи господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала и слава честь и поклонение пресвятая и троица отец сын и святой дух аминь на славу божию аминь